Друзья, всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Меня зовут Александр Шуляк, я профессиональный риэлтор, в сфере недвижимости работаю 14 лет, делаю видео обзоры на ту недвижимость, которую продаю или сдаю в аренду. Сегодня у меня на обзоре трехкомнатная квартира 121 серии в 8 микрорайоне, это Комсомольский проспект 84А. Если вы ищете себе квартиру, трешку, двушку, любую, пишите мне в комментариях, быть может у меня на канале в наличии есть квартира, которая вам подойдет. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые обзоры. Давайте начнем с обзора двора, а потом уже пойдем поднимемся в квартиру. Итак, вот у нас новый отремонтированный двор, смотрите, сделали асфальтированные дорожки, газончик, засыпали песочек, сделали новые игровые спортивные площадки, а тут у нас каток. Здесь у нас хоккейная школа есть и ребята здесь играют зимой в хоккей. Каток заливается, равняется. Вот локация вообще прекрасная. Дом 121 серии, где-то конец 70-х, начало 80-х годов. Батареи в этих домах в стенах находятся, в 121 сериях много трехкомнатных квартир. Они идут по стояку с правой стороны, получается, вот по подъезду, вот в каждом стояке здесь идут трешки. Вот, также есть трешки слева, то есть по две трешки с двух сторон, поэтому здесь в основном живут семьи с детьми. И как бы странно ни звучало, вашим детям, вашим близким будет комфортно в такой среде жить, развиваться, находить своих друзей. Я сам вырос в соседнем дворе, поэтому знаю, о чем говорю. Много квартир здесь продал. Вот, давайте покажу еще подъезд. Получается, вот вход в подъезд. В подъезде у нас косметический ремонт. Поменяли лифт. Управляющая компания Пожуреву. На неглинной новые ящики, окна. Вот такой лифт. Все, предлагаю подняться на этаж и посмотреть квартиру. Мы с вами попали в квартиру и сейчас я подробно про нее расскажу. Для тех, кто первый раз у меня на канале, обязательно подпишитесь и напишите в комментариях свой вопрос, который вас интересует по недвижимости. Я профессиональный риелтор, уже более 14 лет занимаюсь в этой сфере и научился многим вещам. Например, как правильно презентовать квартиру. Вот сегодня у нас на обзоре трехкомнатная квартира. Совсем не примечательная, обычная 121 серия. Но вот я сейчас вам про нее расскажу, почему именно ее вы должны купить. Давайте начнем со входа, с прихожей. Значит, вот прихожая, входная металлическая дверь, хорошая. Тут получается у нас карман на две квартиры. Тут стоит электрощиток. Там соседняя квартира двухкомнатная. Хорошая металлическая дверь. Значит, в зоне прихожей есть такая кладовочка. Ее многие объединяют с кухней и делают кухню побольше. Но это не совсем правильно, потому что здесь идет вентиляционная шахта. Вот до сюда можно кладовку разбирать. И тут особо ничего не выиграет на самом деле. Поэтому лучше оставить как есть. Кухня где-то 8 квадратных метров. Прямоугольной формы, кухонный гарнитур. Достаточно симпатично выглядит. Электроплита. Это все остается с квартиры. Здесь сделан натяжной потолок и поклеен обои. Все равно кухня, так скажем, часто используемое пространство в квартире. Здесь уже как бы все сделано, можно жить. Пластиковое окно. Окно выходит у нас во двор. Двор я показывал, когда был внизу. Двор классный, отреставрированный, отремонтированный. Что касаемо локаций. Локация у нас это 8 микрорайон. Здесь у нас находится школа номер 3 за этим домом. С правой стороны через два дома школа номер 13. Через дорогу там идет лицей 95. Дальше получается у нас выход на экотропу. До лыжной базы тут недалеко. Цитрус фитнес, ТРК фокус, ТРК фиеста. Остановка конечная троллейбуса. Куча разных садиков с той стороны можно посмотреть будет. Локация для семьи с детьми вообще идеально подходит. Идем дальше. Эту зону посмотрели. Смотрите, в коридоре получается проведена электропроводка. То есть можно подключаться, делать освещение, натягивать потолок. Вот тут уже поменены обои. И лежит на полу линолеум частично. Вот так выглядит коридор. Тут арочка. Дальше вход в гостиную. 17 квадратных метров. Тут нету дверей. Но стоит каркас. Можно в принципе двери поставить. Не проблема. Тут поклеены обои. И сделаны вот такие потолочки из лепнины. Прикольно. Их даже можно просто покрасить и использовать дальше. Такая люстра прям мощная вообще. Мне она понравилась. Я для шорта использовал для начала. Вот такая комната. Полы здесь не гуляют. Нормальные. Я так понял, что там деревянные. С них сверху лежит линолеум. И ковер. Вот в этой комнате особо примечательного ничего нет. Пластиковое окно. Три створки. Две открываются. Средняя. Она глухая. Сделаны такие рулонные шторки. Потому что сторона света здесь западная. Там восточная. Крутое преимущество этой квартиры, что нету окон на дорогу. Это большой плюс для трехкомнатной квартиры. Итак, я сейчас нахожусь в распределительном холле. Вот смотрите, через коридор прошли распределительный холл, из которого вход спальню номер один, спальню номер два и раздельный санузел. Давайте посмотрим самую, так скажем, требующую ремонта спальню. Вот так вот в нее осуществляется вход. Тут уже, так скажем, ободрали все обои, подготовили электропроводку для розетки, для выключателя. То есть здесь нужно заштукатурить, поклеить обои или штукатурку декоративную сделать, кому что так нравится. Полы здесь вот такие деревянные, тоже как бы вот в серединке поскрипывают уже, почувствую. Да, вот куплена уже дверь с обналичниками сюда, осталось только доделать. Пластиковое окошко, москитная сеточка, одностворка, открывающаяся на проветривание, скорее всего, тоже, да. Вот, прекрасный вид во двор, на солнечную сторону, за детьми можно следить, это очень удобно. Дальше идем, смотрим санузел. Значит, чем примечательны мои видеообзоры, ребят? Я всегда правдиво и честно рассказываю о квартире, нам скрывать нечего, потому что я всегда клиентов ориентирую на справедливую рыночную цену. И вы за эти деньги покупаете квартиру, в которой, грубо говоря, знаете все уголки, вы уже перед просмотром уже прекрасно понимаете, куда идете. И вам не нужно тратить свое время на эти бесполезные просмотры, где от вас пытаются что-то скрыть. Мне скрывать нечего, я вот показываю, как есть. Смотрите, санузел раздельный, вот эти дверки еще советские деревянные. Входим в ванную, в ванной на полу и на стенах плитка. Вот здесь плитки нет, потому что это типа для зеркала, ниша всегда была. Вот, можно в нее там что-то встроить, чтобы кафель не переделывать первое время, потому что кафель везде здесь целый. Я бы вот здесь ничего переделывать не стал, потому что ванна чугунная, да, ванна чугунная, акрилом уже покрывали, видно ее. Здесь очень удобная ниша под стиралку, ниша под раковину, все, здесь все влезает. С правой стороны тут санузел идет, тоже вот смотрите, дверка старенькая. Вот унитаз, что тут особо ничего не скажешь. Металлические трубы и чугунный стояк канализации. Это большое преимущество, потому что пластиковые шумят очень сильно в новых домах. Вот и здесь плиточка у нас отошла, поэтому смотрите сами, как бы, она вот здесь вот полностью вся отошла. Вот, вам придется здесь переделывать ремонт в санузле. Если вы к этому готовы, то, пожалуйста, как бы топить. Здесь никто никого не топил. Это вот здесь была сверху приклеена плитка, скорее всего, когда ее оторвали, клей вот остался. Но я вот затопов следов не вижу. Может быть, какие-то мокрые подтеки, но это вообще ерунда. В квартире она не герметичная. Тем более, сверху соседи, это седьмой этаж. Дальше у нас последняя комната. Она идет с огромным балконом. И вот вид из окна мне там больше всего нравится. В этой комнате тоже особо ничего примечательного нету. Где-то подклеились обои, где-то плиточка пододвалилась. Здесь вот в целом требует ремонта эта комната тоже. Как и зал, в принципе. Да, в принципе, как и вся квартира. У нас квартира подойдет для ребят, которые готовы небольшие деньги вложить в ремонт, чтобы перед заездом ее подшаманить. Если вам нужна квартира, чтобы сразу въехать, я думаю, это не совсем ваш вариант. Давайте посмотрим балкончик. Отмечу, что окна уже стоят. Поэтому большое преимущество, что окна ставить не надо. Балкон огромный. Здесь можно сделать нишу, систему хранения. Тут вот стоит кровать. Можно здесь тоже что-нибудь оборудовать. И самое, посмотрите, прикольно. Это вот вид из окна. Здесь у нас окна выходят на детский садик. Здесь у нас два детских садика. Это вообще такое шикарное местечко. Здесь всегда лес, всегда тишина. Тут особо машины не ездят. Там вот у нас право военкомат. Вообще, спокойствие, тишина здесь. Безопасно. Так, ну что, ребят, посмотрели с вами видеообзор. Давайте подведем итоги. И опять же расскажу, почему вы должны купить именно эту квартиру. Итак, трехкомнатная квартира по адресу Комсомольский проспект, 84А, на седьмом этаже. Она не торцевая, не угловая и не на последнем и не на первом этаже. Как бы самый стандартный типовой вариант. По состоянию, по видео вы видите, в каком она состоянии. Если вас это состояние удовлетворяет, то она вам подходит. Какие преимущества выделяем? Вот я уже ранее сказал, что она не торцевая, не угловая. Раз. Второе, что она находится внутри квартала и окна не выходят на дорогу. Два. Она светлая, находится на таком этаже, где свет поступает в окна. Три. У нее сделаны пластиковые окна по всему периметру и отремонтирована кухня. Четыре. Подготовлена электроразводка и куплена дверь в эту комнату. Пять. И плюс, локация самая классная для семей с детьми. Садики, школы, остановки, торговые комплексы, лес. Доступ ко всем социальным нуждам современного человека присутствует. Если вам понравился данный обзор, обязательно поддержите его лайком, напишите в комментариях. Ну и если по каким-то причинам вы еще ко мне не обратились за услугами агентскими, то рекомендую это сделать. Сейчас в 2024 году, осенью, ставка Центробанка достигла максимальных пределов и ипотеку сейчас максимально тяжело взять. Но все равно выходы есть из ситуации. Можно и продать, и купить, но нужно делать это с умом. Поэтому обращайтесь к профессионалам, специалистам. Всегда ваш Александр Шуляк. Увидимся на следующих видео обзорах. Всем пока. Продолжение следует...